Владимир свержен. Шаги Коммодора. Молоточек ударил по чеканному бронзовому гонгу, порождая глубокий продолжительный звук, похожий на звон судового колокола одного из кораблей флота и ее величества, затерявшегося в серой влажной пелене. Негромко скрипнув, приоткрылась зарешетченная окошка в двери. Однако тот, кто хотел рассмотреть посетителя, потерпел совершеннейшую неудачу. Тем утром туман грязным одеялом окутал столицу Британии со скромным достоинством, именующей себя Великой. И скрывавшемуся за дверью наблюдателю предстал лишь бесформенный силуэт. «Кто вы и что вам нужно?» — раздалось из-за двери. «Простите, мистер Холмс здесь живет?» Вопросом на вопрос ответил приятный и немного взволнованный женский голос. Человек, слишком смуглый для промозглого лондонского климата, скривился как от зубной боли. Но, взяв себя в руки, повернул ключ в замочной скважине и крикнул в переговорную трубу, которая используется на кораблях для связи капитанского мостика с машинным отделением. «Мистер Шейли Холпс, к вам посетительница!» Со второго этажа через жестяной раструб донесся ворчливый голос. «Ко мне или опять к этому книжному прохвосту?» Красноречивое молчание было ему ответом. «Ладно, проси!» — смилостивился тот, кого назвали мистером Шейли Холпсом. Не торопливо слуга приоткрыл дверь, впустил незнакомку и небрежным жестом указал на лестницу, ведущую в жилые помещения. Молодая женщина, пожалуй, не более 23-25, с опаской оглянулась на неприветливого южанина в пехотном мундире без знаков различия. За широким алым кушаком у него торчал восточный кинжал, а синяя чалма Сикха довершала экзотический портрет мажордома. Посетительница повернулась к нему спиной, наивно полагая, что чужестранец с такой наружностью непременно поможет ей снять дорожный плащ. Но не тут-то было. Мужчина смерил ее пристальным взглядом, безучастно отвернулся, закрыл на замок входную дверь и снова указал на лестницу. Дама недовольно пожала плечами и сбросила плащ на перила, демонстрируя расшитый серебряным шнуром остромодный в то время редингот. «Не утруждайте себя излишней учтивостью!» С нескрываемым сарказмом промолвила она и горделивой походкой начала подниматься на второй этаж. Но сын южных широт и не думал себя утруждать. Он молча последовал за незнакомкой, даже не убрав оставленный плащ. «Вы, мистер Холмс!» — с порога вопросила гостья, обнаружив хозяина помещения среди разрозненных венских стульев и хоросанских ковров, украшенных персидскими саблями, восточными кинжалами, пистолями и оскаленными мордами охотничьих трофеев. Хозяин был коренаст, широкоплеч, а манера поглаживать тяжелые кулаки делала его похожим скорее на корабельного боцмана, чем на тонкого мыслителя. Он поднялся навстречу даме, смерил ее пристальным взглядом, каким опытные вояки одаривают прибывших в полк новобранцев, и почти любезно произнес. «Слушаю вас, леди!» — «Так вы действительно Шарлок Холмс?» — в голосе посетительницы звучала нотка сомнения. «Да что там нотка? Вся октава!» — «С чего вы взяли?» — усаживаясь прямо на обитый зеленым сукном стол, насмешливо поинтересовался не слишком гостеприимный хозяин. Проигнорировав колкость, девушка сходу пустилась в объяснение. «Я полагаю, в книге о ваших похождениях издатель опечатался и пропустил маленькую косую черточку в адресе. Я еще и подумала, когда читала рассказы, откуда бы взяться 221-му номеру на Бейкер-стрит, но потом сообразила, что это не 221, а 22 дробь 1. Итак, мистер Шарлок Холмс, погодите со своим делом, леди! Сразу хочу внести ясность!» Бесцеремонно оборвал ее наголо обритый хозяин апартаментов. «Меня зовут не Шерлок Холмс, а тем паче не доктор Ватсон. О том, что я не миссис Хатсон, полагаю, вы догадались и без моих намеков. При рождении в родном Харлихе я получил имя Стивен. Это аккуратно записано в церковной книге прихода святого Георгия. Никаких других имен у меня нет, и я на них не претендую. Стивен Шейли Холмс. «Эсквайр, прошу любить и жаловать, или же не любить и не жаловать, как вам будет угодно». «Но внизу написано, что здесь принимает частный детектив Шерлок Холмс», не сдавалась дама, решительно настроенная на беседу со знаменитым сыщиком. «Частный детектив Шейли Холмс», недовольно сдвинул брови в валиец. «Это шалопутные мальчишки посыльные из лавки Батлера озорничают, начитались бредней. Впрочем, и вы, как я погляжу, тоже ими интересуетесь». Гостя несколько смутилась, еще раз на всякий случай огляделась, словно проверяя, не разыгрывает ли ее великий сыщик, и с горечью убедившись, что ее никто не разыгрывает, произнесла со вздохом. «Но ведь вы частный детектив. Сие есть непреложный факт. Это как раз то ремесло, которое кормит и развлекает меня последние двенадцать лет. Желаете прочесть отзывы? У меня их набралось на увесистый том». Молодая женщина покачала головой. «Не думаю, что в этом есть смысл. Уверена, что никогда прежде вам не доводилось расследовать подобные дела». «Черт побери!» — искренне возмутился сыщик. «Откуда вам знать, какие дела мне доводилось или не доводилось расследовать? Если на то пошло, то сама наша добрая королева Виктория повесила вот это на эту грудь». «О, простите, простите!» — услышав имя королевы, поспешила извиниться взволнованная посетительница. «Я вовсе не имела в виду ничего обидного, но извольте понять, дело и вправду совершенно необычное. Я надеялась, что оно возможно под силу мистеру Шарлоку Холмсу, всего непревзойденным дедуктивным методом. Если все же вы желаете, чтобы я занялся этим делом, будьте любезны рассказать о нем подробно, не пропуская даже самых мелких деталей. Если вы устали с дороги, могу предложить вам чаю. Но если вы и далее намерены пересказывать бульварную писанину, не смею больше вас задерживать, дорогая леди». «Пусть так, не сердитесь. Я готова вам довериться. В конце концов, если мистер Холмс, как вы утверждаете, всего лишь плод фантазии, мне понадобится какой-то другой толковый сыщик, причем сведующий в делах восточных колоний. Почему бы мне не обратиться к вам?» — окончательно смирившись с реальностью, с печальным вздохом произнесла гостя. «Меня зовут Маргарет Рокстед, в девичестве Улфхерст. Я дочь знаменитого коммодора Джеймса Реджинальда Улфхерста и жена судостроителя Генри Рокстеда. Нынче утром против воли мужа я прибыла в Лондон только потому, что к мистеру Холмсу у меня есть дело чрезвычайной важности». «Рад жив!» — резко скомандовал мистер Шейли Холпс. «Утренний номер Таймс!» — смуглый человек в синий. Челмей с газетой в руке тихо появился из-за персидского ковра, разделявшего приемную комнату на две части. Частный детектив перевернул несколько страниц и прочитал с выражением. «Наш корреспондент в Кейптауне сообщил по телеграфу, что на побережье в 30 милях от города вчерашним штормом были выброшены обломки и разбитая шлюпка винтового фрегата Джон Чандос. Эта новость уже наделала много шума в Адмиралтействе, поскольку данный корабль, на котором держал флаг один из лучших морских офицеров Британской империи, прославленный коммодор Джеймс Р. Улфхёрст, следовал из княжества Транванкор, что в Индии в Лондон с особым грузом. Судьба корабля, его экипажа и доблестного командира на сей час неизвестны. Однако в борту, выброшенной на берег шлюпки, отчётливо видны пулевые отверстия. Стивен Шейли Хоббс вернул газету молчаливому туземцу, и тот с поклоном скрылся за ковром. «По всей видимости, я должен выразить вам соболезнования, мэм. Надеюсь, вы не желаете, чтобы скромный лондонский сыщик отправился к Зулусам разыскивать вашего дорогого батюшку. Если да, сразу заявляю, это будет дорого стоить и не сулит особых результатов. Придётся снарядить не менее батальона стрелков с хорошей батареей, ибо со времён кудрявого императора Чаки там живут крайне воинственные и опасные, как оголодавшие черти-дикари». О нет, расследованием этой истории будет заниматься адмиралтейство. Что же касается отца, его не было на фрегате во время нападения. «Даже так?» — в голосе сыщика впервые прозвучала заинтересованность. «Полностью уверена в этом. Но...» — Маргарет чуть запнулась. «Я смогу вам сказать больше, только если вы возьмётесь за расследование и в присутствии констеблей дадите клятву молчать». «Я не могу вам обещать ничего подобного, пока не узнаю, о чём речь. Если вы не уверены в моей компетентности, легко можете справиться у герцогини Шропширской». «Кто отыскал завещание её бабушки? Или у лорда Дамбартона?» «Дело в том...» — перебила его дочка Модора. «Должно быть, решив, что этот мужлан, даже не удосужившийся предложить ей стул, всё же не зря ест горький хлеб частного детектива. Что отец уже неделю как дома. Вернее, не он, а его призрак. И как бы это так сказать? Не весь призрак, а некоторые части. Она поморочнела и вновь замялась, подыскивая нужные слова. Впрочем, иногда мне кажется, что это вовсе не он. «Кроме того, имеется письмо, отосланное им с дипломатической почтой ещё до выхода в море. Но всё это лучше оценить вам самому непосредственно в замке Фаттлмаунт. В последние дни его там почти всегда можно встретить. Частично. «Проклятие!» — сказал мистер Шейли Хоупс и упрямо наклонил вперёд бритую голову, словно намеревался боднуть собеседницу. «Ничего более абсурдного за последний год мне слышать не довелось. Но вы без запинки говорите по-английски, и, как мне представляется, не склонны злоупотреблять ни бренди, ни виски. То, что вы рассказываете настолько абсурдно, что я, пожалуй, возьмусь за это дело. Зовите констеблей, но прежде ознакомьтесь с моими расценками». Дверь вагона открылась, и на платформе появился бритоголовый крепко сбитый мужчина в светлом летнем пальто и широкополой фетровой шляпе. Он двумя руками опёрся на длинную трость чёрного дерева с фигурным набалдашником из слоновой кости и обвёл перрон изучающим взглядом. Костюм приезжего, хотя и вызвавший бы нервический припадок у лондонских дэнди, но всё же не лишённой элегантности, плохо вязался с его манерой двигаться, быстро, резко и немного раскачиваясь из стороны в сторону. Мужчина огляделся по сторонам, с таким видом словно ожидал увидеть как минимум роту солдат, замершую в ожидании его приказов. Вытер под солба клетчатым платком и обратился к вышедшему вслед за ним спутнику в синей челме, внешность которого навевала мысли о палящем солнце и экзотических странах. Ну вот, мы почти на месте. Кстати, Раджи, ты навёл справки? Замок заложен? Или, может быть, он фигурирует в каких-нибудь спорах о наследстве? Он совершенно чист, сэр. Улфхерсты рот весьма состоятельный, а брак леди Маргареты и Генри Рокстеда, совладельца верфи Рокстед энд Купер Шипс, только приумножил их состояние. Адмиралтейство — постоянный заказчик Рокстеда и Купера. Мистер Шерлок Холмс, подошёл к вагону белобрысый парень в серой охотничьей куртке и очках-консервах, поднятых на лоб. В руках молодой человек держал два ведра с водой. Мистер Шейли Хоупс, с досадой поправил его приезжий. Стивен, Шейли, Хоупс. Какая досада. А хозяйка сказала, что приедет сам Шерлок Холмс с Бейкер-стрит. Если так, молодой человек, твоя хозяйка может прислать сюда 12 фунтов 6 шиллингов 4 пенса в качестве компенсации за проезд и 20 фунтов за нашу, с позволения сказать, прогулку в Эссекс. А потом может ждать Шерлока Холмса, сколько ей заблагорассудится. Парень обескураженно поставил одно ведро на землю, и почесал лоб. Паровоз свистнул, будто гигантский боцман, и, окутывая платформу сизым дымом, тронулся с места. Кроме бритого с клетчатым платком и его смуглолицего сопровождающего, встречать здесь было абсолютно некого. «Верно, это я что-то перепутал. Я Том, кучер, механик, сторож. Давайте-ка я отвезу вас в замок, а там уж хозяйка пусть сама разбирается». Частный сыщик недовольно дернул плечом и пробормотал. «Ладно, пусть так». Его спутник молча подхватил увесистый саквояж и последовал за парнем с ведрами. Стоило им выйти на вокзальную площадь, Стивен Шейли Холпс недовольно хмыкнул. «Милейший! А где же экипаж? Или вы, подобно восточному рикше, намерены везти нас на спине? А может, по-вашему, мы должны идти в замок пешком?» «Отчего же пешком? Я ведь сказал, что отвезу. Вот он, наш красавец!» Он кивнул головой в сторону диковинного четырехколесного агрегата, стоявшего чуть в стороне у обочины. «Это сколько же времени у вас займет впрячь коней в эту колымагу?» Возмутился сыщик. «Коней вообще-то нет, зато есть их силы, и, смею заверить, их больше, чем запрягают в карету ее величество во время праздничного выезда на День Тезаименитства». Он подошел к экипажу, опрокинул оба ведра в закрепленный на козлах бак, хлопнул ладонью по котлу, стоявшему на запятках, проверил крепление трупы, соединенных с ними патрубков, и проворкнул.